Как многие знают, я являюсь активным пользователем компьютера на Windows 10. И недавно в процессе работы я узнал, что у винды есть своя комбинация клавиш для создания скриншотов. Не просто создания, но и обработки их. До этого я пользовался сторонним софтом, и то, что эта функция поддерживается системой нативно, меня очень порадовало. А тут у меня возник вопрос. А что еще умеет винда, о чем мало кто знает? Именно с такой целью я отправился в интернет, и своими знаниями сейчас с вами поделюсь в этом ролике. А в комментариях напишите, какие фишки из этого списка вы знаете и какими пользуетесь. А еще напишите о том, о чем я не рассказал, но вы считаете, что об этом стоит знать каждому. Главное, не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик. Меня же зовут Кирилл, вы на канале Копипаста. Поехали! Очень часто в повседневной работе за компьютером вам нужно отправить кому-то или куда-то скриншоты. И у Windows 10 есть для этого парочка удобных хоткеев. Начнем с самого простого. Нажатие Print Screen просто копирует снимок экрана в буфер обмена. Этим никого не удивишь, все это знают. Из более интересных штук, нажатие Windows и Print Screen сохраняет скриншот всего экрана в виде картинки в папке изображения снимки экрана. Идем дальше. Самый интересный и рабочий вариант. Комбинация клавиш Win, Shift, S. После ее нажатия вы можете в выпадающем меню выбрать необходимую область экрана для захвата, и она тут же сохранится в буфер обмена. Появится оповещение о скриншоте. Нажав на него вы сможете отредактировать изображение и сохранить или отправить его. А вот элементарный способ свернуть все окна, кроме того, которое вам нужно в данный момент. Просто возьмите нужное окно и хорошенько его потрясите. Очень простой способ, но время экономит. Также аналогом этой функции является комбинация Windows Home. В век развитого интернета и работы онлайн мы все чаще общаемся с людьми из разных концов света, а значит и из разных часовых поясов. В Windows 10 можно добавить отображение времени для другого часового пояса. Переходим в настройка даты и времени, раздел часы для различных часовых поясов. Здесь можно добавить отображение времени для двух дополнительных часовых поясов. Отображаться они будут не в трее, а при наведении курсора на время или при открытии панели время и дата. Каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, когда нужно, чтобы компьютер выключился сам спустя какое-то время. И для этого есть способ, который, увы, придется запомнить. Нажмите на клавишу Windows и напишите Shutdown ST и укажите время в секундах, спустя которое компьютер выключится. Например, 600. Для отмены этого действия есть команда Shutdown A. На мой взгляд, это одна из самых полезных и неочевидных возможностей системы. А вот еще список того, что можно сделать с помощью команды Shutdown. Полный список вы найдете в описании к этому видео. А теперь о том, что существенно ускорит вашу работу с системой. Вот небольшой список, на мой взгляд, самых полезных горячих клавиш. Для быстрого запуска приложений, которые закреплены в вашей панели задач, можно использовать комбинацию Windows плюс цифра, соответствующая порядковому номеру программы. Например, в моем случае Windows 1 запускает браузер Edge. Как мы все знаем, в Windows прекрасно реализована система работы с несколькими окнами. Очень удобными являются комбинации для притягивания окон к различным граням экрана. Сочетание Windows-стрелка вправо или влево притягивает окно к левой или правой грани соответственно. Windows-стрелка вверх открывает окно на весь экран, а стрелка вниз в сочетании с клавишей Windows сворачивает окно. Если вам нужно заблокировать ваше устройство, не выключая его полностью, для этого подойдет комбинация клавиш Windows L. Работает это вот так. Обратите внимание, если у вас было воспроизведено какое-нибудь видео, например, его звук продолжит доноситься из динамиков вашего устройства. Вот так вот. Очень просто, из любого места можно перейти на рабочий стол. Достаточно нажать Windows D. Для быстрого запуска проводника можно нажать Windows E. Также очень просто можно перейти в окно настроек, нажав Windows I. В Windows 10 появился очень крутой облачный буфер обмена. Он вызывается комбинацией Windows V. Мало того, что это просто удобная функция, так она еще и работает как общий буфер обмена для нескольких машин на Windows 10. А вот и самое диковинное. Нам завезли быстрый доступ к смайликам. И работает это так. Когда вам нужно ввести какой-либо смайл, просто нажмите Windows точка и начните писать название смайла. Это работает как на русской, так и на английской раскладке. Это прям приятно. Вот такой у меня получился список. И если этот ролик соберет 2000 лайков, я с радостью выпущу продолжение, где расскажу еще про большие тайные фишки Windows 10. Также не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх и нажимать колокольчик. Это всегда очень приятно, а вы будете в курсе выхода свежих видосов. Меня же зовут Кирилл, а вы были на канале Копиепаста. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok